В субботу ранним утром поморская лодья святитель Николай отошла от причала в Петрозаводске и взяла курс на Киже. По счастливому стечению обстоятельств наша съемочная группа оказалась на борту и испытала все прелести шестичасового перехода. Правда, после выхода в открытый Онега вашему покорному слуге стало нехорошо, вследствие чего пришлось распрощаться с уже съеденным завтраком. Однако в перерывах между приступами жестокой морской болезни удалось порулить или точнее подержать в объятиях тяжелый румпель. В полдень показались купола киршского погоста, далее причал, приветствия, объятия и все как положено. И главная цель путешествия на самом острове, приуроченный к десятилетию возрождения киршских звонов, фестиваль колокольного искусства, на который съехались самые именитые звонари России, во главе с виртуозом из виртуозов Игорем Коноваловым, главным звонарем Московского храма Христа Спасителя. Помимо малинового звона были и традиционные для любого киршского праздника нестилизованные народные песнопения зоонежских аборигенов. Пока шел праздник, нас, нечастых гостей киршского погоста, попросту разрывало между величием достопримечательностей деревянного зодчества и очаровательными обитательницами зоонежских просторов. Иностранных и прочих туристов в этот день на острове практически не наблюдалось. По словам же экскурсоводов, самый распространенный вопрос иностранцев в этом сезоне – кому принадлежит этот великолепный замок на горе? После глубинного экскурса в историю зарубежные гости, осознав культовую принадлежность деревянных диковинок, сравнивали погост кто с Нотр-Дам-де-Пари, кто с египетскими пирамидами. Последних, как принято считать, боится само время. Оно же, по всей видимости, не властно и над самым скромным киршским храмом – церковь Святого Лазаря, старейшая в России деревянная постройка, возведенная аж до Куликовской битвы, как видите, уцелела назло северным ветрам и церковным реформам. Тем временем наш непродолжительный визит на остров закончился, и святитель Николай, уцепившись парусами за попутный штормовой ветер, понес нас прочь от кижей. Одни на палубе боролись со снастями, другие грелись на камбузе уютного камина. Капитан Алексей Дмитриев выверял по карте курс на Петрозаводск. И те, и другие говорили об одном – стихия Большого Онега ничуть не хуже самой отвязной кислотной дискотеки. За этот поход и за то, чтобы не был он последним, звенели стаканы, бокалы и кружки уже по прибытии домой.